Последние пять лет Пернеша Абдукаримова живёт, как говорится, на чемоданах. Недуг сына вынуждает её ездить между двумя городами – Астану и Алматы. Вот и на сей раз женщина приехала в мегаполис, чтобы узнать точный диагноз своего ребёнка. До сих пор мы ничего не добились. И то, что эти наши пропущенные времена, отданные дороге и в поисках определённых врачей, нам ничего не дало. Поэтому, хотя за это время мы могли бы давно бы это искоренить, поднять ребёнка в лучшем направлении. Но помочь Пернеш, судя по всему, не смогут и на этот раз. Медики признаются, что аутизм в Казахстане до сих пор остаётся малоизученным заболеванием, которое требует не только высокопрофессиональной диагностики и лечения, но и решения на самом высоком уровне. Потому что медики, даже если поставить диагноз, на сегодняшний день мы уже понимаем, что в меньшей степени мы можем сыграть серьёзную роль, чтобы помочь такому ребёнку. Помогают в основном специализированные, подготовленные люди, о которых сегодня стояла речь. По официальным данным, в республике проживает более 700 аутичных детей, 63 из которых в Алматы. Но эта статистика не точная, и количество детей дождя может превышать в несколько раз, говорят общественники. Но статистика, скорее всего, американская, потому что именно там и лучше развита диагностика детей с аутизмом. Последняя статистика, которая вышла в этом году, в марте, говорит о том, что один из 50 детей страдает расстройством аутистического спектра. В отличие от нашей статистики, наша статистика намного меньше. Если брать пример по городу Алматы, на 360 тысяч детского населения всего лишь 63 ребёнка зарегистрировано у нас в Алмате. Насколько остро стоит проблема в социальном плане, знают, пожалуй, только самые близкие. Они-то и стараются привлечь внимание общественности к заболеванию. В Казахстане таким детям не присваивается инвалидность, нет программ помощи и реабилитационного центра. Они не охвачены дошкольным и школьным образованием. Между тем, в амбициозных планах образовательной системы уже к 2020 году охватить 70% школ страны инклюзивной формой обучения. Это дорогая реформа. Но в международной практике в мире эта реформа была начата где-то 50-30-40 лет тому назад. Есть уже такие специальные исследования, которые считали, сколько стоит внедрение такой политики. И есть такие исследования, которые показывают, что первые 10 лет, конечно, это очень дорого. Государство, если взяло курс на внедрение такой концепции, оно должно понимать, что оно должно вложить определённые средства. Но потом эта политика окупается. Коррекционных профильных учреждений, рассчитанных только на детей с расстройством аутического спектра, в мегаполисе, равно как и в стране, до сих пор нет. Помочь им могут лишь в специализированных учреждениях по лечению ДЦП и других заболеваний. А таких в Алматы едва ли наберётся с десяток. А это означает, что со своей проблемой дети и их родители пока останутся один на один. Жазира Сайдахмед, Василь Кундакпаев, телеканал Алматы.